Лекции по кинограммотности под общим названием «Смотрим казахское кино». Фильм «Отау» Алишера Жадигерова. Когда я первый раз посмотрела картину «Отау», я невольно вспомнила о фильме «Конечная остановка» Серия Коапрымова. То есть прошло 30 лет, а в ауле, в казахском ауле, все те же самые проблемы, безработицы, какая-то безнадега, некуда деваться, нечем заняться и так далее. Я подумала, да, интересно, почему это ощущение возникает? Ощущение возникает, потому что режиссер, молодой дебютант Алишер Жадигеров снял ту жизнь, которую он прекрасно знает. И при нашей встрече он как-то рассказал, что вот это обидно, что он несколько лет провел в городе, когда приехал к себе в аул, то понял, что молодежь, в общем-то, где-то как-то непрекаянная и особенно не имеет целей, и, в общем-то, не может найти работу и так далее, и так далее. То есть социальная драма, которая основана на реальности, то есть жизнь его аула легла в основу этой картины Атау. Ну, это не «Конечная остановка», это история семьи, где, в общем-то, отец, мать, двое взрослых детей, ну, парень, который закончил школу, девушка, которая, ну, уже тоже, как бы, закончила школу и собирается в взрослую жизнь. И их жизнь, в общем-то, каким-то образом, ну, не то что меняется, корёжится, то есть наоборот, в общем-то, и парень, и девушка достаточно хорошие ребята, воспитанные, хотят благополучия для своих родителей. Например, Азамат, так зовут главного героя, при тем, как уйти в армию, он хочет, чтобы у отца, он покупает отцу машину, ну, такую поддерживаю, старенькую, понятно, но чтобы у того был какой-то заработок. А девушка, в общем-то, оказывается так, нечаянно обманута, оказывается беременной, и парень не собирается не жениться, в общем-то, её как бы насильно выдают замуж за человека, который старше её, и она, в общем-то, оказывается такой пленницей, ну, или, скажем, жертвой системы уяд, когда стыдно и так далее, и так далее. То есть, и, в принципе, отец где нигде не работает, мать нигде не работает, то есть такая какая-то, ну, безнадёжная, что ли. И, в общем-то, конфликт происходит не с обществом, так сказать, которое не предоставляет условия жизни, а между сыном и отцом, потому что сын предъявляет претензии к отцу, что, в общем-то, он им ничего не дал, ни образования, ни перспективы жизни. Ну, как бы сказать, понимаете, легко, когда человек плох, плохой герой, персонаж, вот он там ворует, там насилует или что-то ещё, очень легко поставит на него клеймо, ой, плохое воспитание. А тут, получается, дети хорошие, и семья, в общем-то, достаточно благополучная, но они вынуждены поступать, вынуждены, как бы, делать эти поступки плохие, что ли, потому что один из таких второстепенных героев – это полицейский, который, как бы, и обустраивает эти преступления, там, воровство овец, ещё что-то прикрывает, какие-то криминалы и так далее. То есть социальная драма о правде нашего общества, о том, что творится в ауле. Как это добивается? Конечно, это метод наблюдения, это такое, вроде как, почти документальное кино, потому что, вот, смотрели мои студенты и говорили, а это игровой фильм или документальный? Нет, это игровая картина, но она рассказана, как бы, с одной стороны, методом документальной съёмки, а, с другой стороны, там есть несколько кадров, которые, ну, совершенно, ну, я не знаю, в стиле Сальвадора Дали, то есть они настолько абсурдны, настолько сюрреалистичны, не потому что там, я не знаю, как у Дали, там, слон или какие-то огромные очки, нет, это природа, это пейзаж, но так выстроенный пейзаж, который создаёт ощущение сериализма. То есть мир, в котором живут эти люди, то есть мы, казахстанцы, он достаточно сюрреалистичен и по сюжету, и по изображению. Хочется особо отметить оператора Садбека Улана, потому что это его, по-моему, дебютная работа, но картина снята очень интересно. И Алишер Жадигеров, интересно, что он режиссёр, снял эту картину, в общем-то, будучи ещё студентом Академии Миниргенова. А главную роль сыграл Азамат, его брат, который вообще не является профессиональным актёром. Интересная история создания этой картины. Алишер Жадигеров участвовал на фестивале Байконур со своей короткометражной картиной, и там был питчинг полнометражных проектов. И вот этот проект на питчинге так понравился, что одна из организаторов фестиваля Байконур, продюсер Анна Ржанусова, решила поддержать и нашла финансирование, профинансировала эту картину ОТАУ. Таким образом, у нас совершенно неожиданно появился новый, очень интересный арт-хаусный режиссёр. Мы узнали имя нового интересного оператора. И вообще какая-то вот такая творческая группа, которая может снимать кино на уровне конечной остановки Серика Апрымова. Субтитры создавал DimaTorzok